у меня еще вопрос о краткосрочной и долгосрочной терапии в одном из видео вы касались там тема что работали с девушкой которая была перманентное состояние чувство вины вот такое постоянное испытывала чувство вины при этом я знаю что вы не придерживаетесь долгосрочной терапии а как работать с людьми состоянии никогда не нужно там вот развести сложной ситуации в отношении когда нужно человека подтолкнуть к действию решительно не подтолкнуть а поразмышлять с ним но где нужно какое-то действие в ту или иную сторону а если человек испытывает какое-то состояние чувство вины постоянный синдром самозванца как здесь работать в краткосрочной терапии и имеет ли смысл долгосрочной и как в долгосрочной работать с одним и тем же таким симптомом вот видишь какое-то время я настаивал на краткосрочной терапии говорил об этом много не то что настаивал просто говорил об этом мой учитель александр ефимович алексеевич говорит тот человек который умеет любить и за шесть минут справиться а тот кто говорит не умеет любить он возюкается 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 никак ничего не происходит ни с тобой не с партнером вот или с партнершей сейчас важно вносить правильное уточнение вовремя так значит смотри это разные и равновеликие жанры краткосрочная терапия и долгосрочная терапия у каждого терапевта есть любимые жанры ну смотри задача при в процессе обучения освоить это на другой жанр и потом выбрать свой но вот условно говоря если ты обучаешься игре на фортепиано да там есть разные классические произведения есть там этот бик какой-нибудь там есть еще какой-нибудь импровизационный есть джазовый вариант есть вот эти как называются клавишники ямахи или как другом их называют клавишные или электронные то есть рояль есть пианино есть фортепиано то есть огромное количество жанров базу осваиваем суть принципы вот это вот структура до спонтанность баланс сердечности процессуальности мужского и женского это все вещи осваиваем потом пробуем играть на разных инструментах в разных жанрах и находим наиболее предпочтительным для меня в силу моей деятельности и работы короткосрочной терапия в один в одну сессию более близкий жанр почему потому что здесь я собран сконцентрирован здесь я слушаю все что говорит человек на самом деле особо не вникаю в то что он говорит а я просто вот это вот журчание воды между деревьями слушаю в какой-то момент на полусловие могу остановить и начать взаимодействовать уже и говорить сам то есть мне важно настроиться на волну то есть понять ну как бы по gps у понять где там в лесу человек потерялся может он за уралом а может где-то в подмосковье то есть запилинговать сигнал потом уже можно вести вот почему для меня это в большей степени важно потому что мне интересны быстрые результаты и у меня огромная текучка людей которые меняются меняются я от сессии до сессии я человек ленивый дневников терапевтических не веду и от сессии до сессии у меня может ниточка немножко потеряться если человек ведет там 567 клиентов долгосрочной терапии он их помнит он помнит сюжетную линию он как сериал смотрим каждый раз понимаешь являясь в то же время в одной из главных ролей вот такому терапевту проще если я большей степени но кроме всей этой публичной нагрузки мы в нагрузке руководителя нагрузки блогера там терапевту ну то есть мне так проще то есть позанимался отпустил и потом когда человек в следующий раз приходит благодарим когда человек в следующий раз приходит это уже будет новая терапевтическая сессия и новый запрос но не продолжение вот есть люди которые ходят на терапию и например здесь эта терапия раз в неделю то интенсивность часового проживания пройдена и человек как бы потрудился поработал иногда человек столько времени не осознает себя как в час терапии ему нужно с этим пожить переварить внедрить жизнь и тогда следующий этап а я правильно понимаю что в краткосрочной терапии вот мы сейчас говорим там все равно про результат долгосрочная там больше про процесс что он в долгосрочной находится внутри вот этого часа он больше в процессе там что-то прожить выговариваться поднять это чувство вот вины и состоянии поговорить о нем но результата результат там не очевиден там должен быть я считаю что там должен быть результат хотя бы на одну сессию и в конце терапевтической сессии мы сдаем очень важный уточняющий вопрос человеку когда осталось минут десять и так дина яна например или татьяна дина яна или татьяна вот чему что ценные вы получили чему обучились это очень важно для людей которые склонны обесценивать или терапевта или свои результаты что цену вы получили что человек это взял для себя записал и человек перечисляет когда вот это перечисление как бы завершает ну знаешь как вот консервирует там помидоры например и потом закручивают крышечкой там залили все кипяточек туда чесночок положили укропчик рассольчику налили вот закрытие сессии очень благоразумное практичное результативно что ценного получили что ценного вы открыли да насколько мы прошли к некоторому конечному результату например научиться жить без чувства вины или там там может быть что-то про маму понять наконец-то и перестать и претензий и человек вот эти 10 минут обязательно оставляем на произнесение а при этом структура мы там проходили структуру сессии до что есть что было не обязательно да как чего хочется что будет чем сердце она отличается о длительной я предполагаю что пускай это будет как некоторые фракталы или как маленькие клеточки внутри какой-то большего например части или орган что означает ну как бы результат цели внутри сессии и потом результат цели внутри всей терапевтической и если говорить про краткосрочную работу с состояниями то есть мы по сути когда приходит нам человек состоянием постоянного чувства вины значит его что-то конкретно зацепила какая-то ситуация и мы работаем с ней вот с этой ситуации которая его посадила на чувство вины здесь и сейчас вот раз он пришел значит его что-то подтолкнуло меня постоянно делает виновата не знаю там мой моя мама примеру давай так никого нельзя сделать виноватым если человек не принимая принимает решение например что были ну все надо стало так жить хрен вы сделаете меня виноваты ну попробуйте кто-то сделать виноватым человека с ценностью себя с убежденностью своей ну адекватности я могу ситуационно ну кому-то на ногу наступить или как-то человека назвать там коротышкой в шутку а потом человек обиделся и потом он подходит говорит ну так мне как-то коротышкой назвал мне было неприятно тогда я скажу о извини мне жаль я извиняюсь но это ситуационная вина вот сейчас внимательно внимание послушайте чувство вины заре замаскированы под самая рефлексивность бесконечную так ли я сказала так ли я выглядела было ли я адекватно был ли я не нагло ли я себя вел вот это постоянная рефлексивность по поводу себя которые что-то вытворяет не то это значит сломано когда то очень давно было право на ценность себя нам это делают в детском садике в школе и в семье потому что когда мы виноваты мы управляем и хорошо если рядом найдутся люди которые не будут этим злоупотреблять но если человек с абьюзивными наглыми нарциссическими чертами будет рядом а у нас там сломленное чувство вины под видом сама рефлексивности а еще порядочно вот извиняться каждые пять минут мы я я не помешаю наверное вам кажется вам покажут и неуместны мои слова наверное но я все-таки хотел бы сказать если что я извинюсь понимаете то есть вот это вся мешанина тогда человек даже какие-то реплики другого будет интерпретировать как замечание вот я например могу сказать ты знаешь а я вот и что-то такое себе рассказать если у тебя этот риф самый рефлексатор включен ты мой рассказ про интерпретируешь как будто я мягко намекаю на то что ты неадекватно потому что я же адекватный ты неадекватная лишь я например не ем огурцы на новый год с майонезом ну вот вообще я в какой-то момент например говорю я перестал добавлять майонез в еду и ты такая блин а я еще добавляю как стыдно господи как стыдно да и потихоньку перешел на здоровое питание и сбросил там 10 килограммов уж боже мой вот он наверно подумает что я такая толстая потому что я питаюсь не помешив из всего ну а если еще стать православный там по полной программе ты виновата за все начиная с момента греховного зачатия то что тебе ты же в грехах родилась ты зачата была там и прочие вещи и все сплошные ошибки и в мыслях даже и в помышлениях и во всем вот там виноватым людям раздолье вообще православная такая среда где люди добросовестно практикуют это такая резервация виноватых то есть там чувство самообвинение легитимизируется до уровня до состояния угодности этим перед богом вот поэтому снимаем все эти вещи конечно я согласен с тобой они немножко снимаются слоями здесь мы используем работу по изменению убеждений из убеждений изменяем не так что сейчас я поменяю убеждение какое раз было убеждение я постоянно какой-то не такой хорошо забираем выставляем вам убеждение ты всегда какой-то такой ну то есть так это не работает а как здесь мы истории рассказываем контрпримеры такие мягкие полу намеки а то что знаешь мне одна женщина пришла на консультацию как раз позавчера рассказываем терапевтические истории сочиняем на ходу но чтобы они были такие правдивые на основании предыдущих событий вот такие вот да знаешь иногда бывает по-разному но мы не конфронтируем напрямую с убеждениями человека не называем убеждение неправильным на каком-то этапе убеждение которое ограничивает нас ограничивать она становится она была ресурсным просто условно говоря колонны деревянные которые держат балкон например старом доме с мезонидом они держали на каком-то этапе но они уже сгнили и если вовремя не поменять может балкон обвалится обычно он обваливается когда там слишком большой вес вот хозяйка которая ест огурцы с майонезом вышла на балкон типа посидеть а ну раз и обвалилась вот поэтому меняем убеждение плавно не все сразу а по одному предлагая задавая контр-вопросы к убеждению скажи пожалуйста например такое убеждение в том что пожизненно виноват она помогает тебе достигать целей или быть уверенной на рынке чего-то ментим услуг чего-нибудь такого да или наоборот как бы блокирует ну вот тебе проще с ним можно так тоже провокативно сказать слушай а давай оставим пожизненно виноватая жена так осчастливит мужчину абьюзера который придет ее жизнь непременно притянет и придет что он будет давать тебе чувство виноватости а ты будешь давать ему чувство правоты вот она семейная жизнь вот на русское семейное счастье а скажите тогда получается саморефлексия это плохо я наоборот я человек страдающий наверное саморефлексии покопаться поизучать или меня это было как больше про знакомство с собой какие-то грани здесь саморефлексия хорошо совместно с самоприятием или вообще в принципе зачем туда лезть человек саморефлексирующий в каком времени он живет видимо в прошлом да мы находимся все в настоящем времени и мы боль в прошлое в анализ происшедшего а тут столько всего интересного то есть это это очень сильное лекарство ну снотворное хороших лекарства а если 5 таблеток то на утро ходишь да не можешь подняться да ты даже от 1 поэтому видишь тебе саморефлексия только в мельчайших дозах и не не чаще чем раз две недели ну понимаешь смотри вот у меня тоже вот такой как бы пример с одним человеком не буду называть его имя потому что он находится в этой аудитории вот он настолько был тщательно подбирал слова в общении и разговоре со мной что его речь обезличивалась тебе понравилось хорошо это как ты чувствуешь хорошо тебе понравилось да понравилось а ты хотел бы вот завтра как ты думаешь но вот это лучше или вот это как пойдет то есть и это это хорошо нету точки соприкосновения потому что речь вычищена до дистиллированной воды и не пообщаться вот смотри вот это же прекрасная штука называется она спонтанно говорение когда я без цензурно хотя бы сам собой слух поговорю перед зеркалом вот вот это когда снимается покровы правильного покровы приличного покровы того что гарантированно и наверняка не создаст прецедент конфликта в конфликте интересно в разности интересно а вот ну если речь каждого из собеседников дистиллирован дистиллирован но это как светский прием вот все собираются там платьях вот этих фраках там канделябры богатая еда вот но если это светский прием там не говорит нельзя говорить о религии политики мировоззрение там в семейных отношениях только но как дети один в лондоне другой в киеве хорошо устроились хорошо он то есть все а вам понравился салат ничего так а вот этот еще попробуйте о чем это разговор поле это не о чем это мертвичина и люди так живут годами они не выходят своими истинными чувствами и живут и слушают сквозь толстый слой поролона толстый слой поролона понимаешь почему так они боятся их научили сиди кто ты такая тебя не спрашивают сиди и молчи ой кто бы говорил смотрите на уже вякает и все девочку так потихоньку потихоньку мальчиков точно так обламывают то есть говори нейтрально во всем соглашайся потому что ты правой быть не можешь сушить а с каких пор ты вот это вот начала свое мнение иметь понимаете вот такие вот вещи то есть это все вот мы в этих стереотипах выросли и задача терапевта ты думаешь что забыл нашу тему нет задача терапевта аккуратненько разрезать поролоновую прослойку отсюда просить человека чтобы он там пальчиками ну как-то или давай давай тоже выбирайся отсюда у меня ножниц нету ноготочками аккуратненько там все это оттуда вот и вот это второе рождение вот это второе рождение первое это когда из утробы в мир ребенок физически рождается а второе когда я имею право голоса с моим голосом с моим взглядом с моей позиции нужно считаться это не наезд это здоровая ассертивная и оппозиция сильно так было